Глютен. Буквально несколько лет назад это слово было знакомо Лишускому кругу специалистов. Сейчас это одна из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Глютен стал одним из главных врагов здорового питания, а спрос на продукты с маркировкой «глютен-фри» стремительно растет изо дня в день. Но так ли оправданы народные волнения? Всем привет, вы на канале Дано, и сегодня мы решили разобраться, опасен ли глютен на самом деле, как он влияет на организм, и к чему приводит отказ от продуктов с его содержанием. А вы стараетесь снизить потребление глютена? Или, возможно, отказались от него совсем? Ждем ваших ответов в комментариях под видео. Глютен или пшеничная клейковина – это не конкретное вещество, а название целой группы белков. Он содержится во всех сортах пшеницы, ржи, овса, ячменя, а также в их производных – манке, булгуре или полбе. Само название глютен вещество приобрело из-за своих клеящих свойств. Глютен в переводе с латинского означает «клей». Он является клеящей основой для теста, придавая ему эластичность и возможность сохранять свою форму. В белом хлебе глютен – одна из основных составляющих. Его может быть до 80%. Благодаря своим свойствам и дешевизне он получил широкое распространение, и его можно встретить во многих продуктах. Он используется как загуститель в соусах, кетчупах, йогуртах, сладостях, консервах и колбасных изделиях. По сути, он может встречаться везде, где нужно создать густую консистенцию. В чистом виде клейковина широко применяется в восточной кухне и называется сейтан. В среднем человек употребляет от 10 до 40 грамм клейковины в сутки. Бытует мнение, что глютен вреден абсолютно всем. Но так ли это? Непереносимость глютена человеком называют целиакией. Это редкое, генетически обусловленное аутоиммунное заболевание, при котором организм не может усваивать глютен, заставляя иммунную систему атаковать ворсинки тонкой кишки. Это приводит к нарушению целостности стенок тонкого кишечника и нарушению всасываемости питательных веществ. По данным Всемирной организации гастроэнтерологов, только 1% населения имеет подобный диагноз. Симптомы целиакии выражаются в кишечных, головных и суставных болях, вздутии, хронической усталости, дефиците железа, экземе и расстройствах психики. На данный момент целиакия является неизлечимым заболеванием, а убрать симптомы поможет только полный отказ от продуктов с клейковиной. Подтвердить диагноз целиакия можно с помощью лабораторной диагностики венозной крови на глютеновую энтеропатию. Помимо целиакии, дискомфорт от глютена может давать аллергия на пшеницу, которая встречается еще реже, чем целиакия, но их часто путают из-за схожести симптомов. Такие люди усваивают клейковину, но страдают от синдрома раздраженного кишечника. Безглютеновая диета им не нужна, достаточно подтвердить наличие аллергии лабораторным тестом и убрать из рациона аллерген. Чтобы переварить глютен, организму действительно нужно большое количество ферментов, поэтому помимо целиакии встречается так называемая нецелиакийная повышенная чувствительность к глютену. Это наименее изученное состояние. Его симптомы схожи с целиакией, но могут быть не так ярко выражены. Подобные ситуации чаще всего приводят тяжелые хронические заболевания, которые ухудшают переваривание глютена. Конкретного списка болезней, приводящих к подобному состоянию, пока нет, но ученые продолжают выявлять новые закономерности. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA в 2019 году, употребление продуктов, содержащих глютен у детей с генетической предрасположенностью к диабету первого типа, ухудшало общее состояние и увеличивало риск развития аутоиммунных заболеваний. Говорит ли все это о том, что нужно перестать употреблять глютен? Нет. В научной среде нет никаких доказательств о том, что глютен опасен для всех людей. Маркетологи очень быстро демонизировали глютен без особых на то оснований. И это сработало. Безглютеновая диета стала трендом, а продукты с надписью «безглютена» считаются самыми безопасными. Но это не всегда так. Частенько, чтобы улучшить вкусовые качества таких продуктов, производитель добавляет больше сахара, крахмала и усилителей вкуса. И если у вас нет целиакии, то такой продукт будет гораздо вреднее, чем аналог с глютеном. Проверить себя на наличие непереносимости можно опытным путем. Просто исключите все содержащие глютен продукты на 2 недели и внимательно прислушайтесь к своему организму. Если вы стали чувствовать себя намного лучше, у вас исчезли или ослабли беспокоящие вас симптомы, то определенно стоит снизить потребление глютена и обратить внимание на работу пищеварительного тракта, так как это может усугублять ситуацию и обратиться за проведением диагностики к врачу. Если же вы не заметили никакой разницы после отказа от глютена, значит он усваивается организмом и исключать его из вашего рациона не стоит, собственно, как и бесконтрольно употреблять. Успех кроется в умеренном потреблении. Также стоит упомянуть об эффекте плацебо. В 2011 году было проведено слепое исследование, в котором 34 человека с синдромом раздраженного кишечника и отрицательным тестом на целиакию соблюдали диету и прием добавок с глютеном или без. Результаты были весьма занятными. 13 человек из 19 испытуемых, получавших глютен на регулярной основе, не отметили ухудшение своего состояния, что еще раз доказывает, что не стоит поддаваться всеобщей панике. Многие утверждают, что глютен провоцирует расстройство работы пищеварительного тракта. Да, клейковина действительно способна откладываться в кишечника, но если организм здоров и вы не злоупотребляете продуктами с глютеном, можно спокойно есть клейковину и не испытывать дискомфорта. Если вы все равно тревожитесь по этому поводу, можно выбирать цельнозерновую продукцию и бездрожжевой хлеб. Они легче усваиваются организмом. Также многие сторонники отказа от глютена утверждают, что продукты с клейковиной способствуют набору веса. Это ошибочное умозаключение. Причина не в глютене, а в избыточном потреблении продуктов, в которых он содержится. Хлеб, выпечка, сладости, колбасы – это действительно одни из самых высококалорийных продуктов. Но употребление готовой продукции без глютена еще быстрее может привести к очень заметному набору веса, ведь для клейкости в нее добавляют дополнительные жиры и сахар для усиления вкуса. Другое дело, если вы ограничиваете потребление хлебобулочных изделий, сладостей, фастфуда и колбас, то снижается общая калорийность рациона, и вы сбрасываете вес по причине снижения калоража, а не количество потребляемого глютена. Помимо научных статей, за последние десяток лет вышло большое количество книг, повествующих нам о вреде глютена. Разберем несколько самых популярных из них. В 2017 году была выпущена книга «Парадокс растений», которая быстро стала бестселлером. В ней автор книги Стивен Гандри рассказывает нам об опасности употребления в пищу цельнозерновых, бобовых и посленовых из-за содержащихся в них лектинов. Лектины – это тип белков, которые, по мнению автора, вызывают развитие ожирения и тяжелых хронических заболеваний. Себя же Гандри именуют специалистом в области диетологии и нутрициологии, упоминая в книге, что все выводы, цитируем, основаны на абсолютно научных, достоверных и доказанных фактах. Но при детальном изучении выясняется, что автор частенько ссылается не на исследования, а на статьи из журналов, а большинство утверждений вообще не подкреплены никакими информационными источниками. Сам Гандри действительно является врачом, но кардиохирургом и не написал ни одной научной работы в сфере диетологии или нутрициологии. Все идеи, изложенные в книге, не проходили даже поверхностные проверки на соответствие реальности. Зато прекрасно работает сайт Гандри и поставлено на поток продажи добавок, нейтрализующих те самые опасные лектины. Прием добавки, за которую придется заплатить всего 8-9 тысяч долларов в год, позволит вам спокойно есть продукты, содержащие лектины без последствий для здоровья. Заставляет задуматься, не так ли? Но мы не будем вдаваться в глубокие рассуждения. Пусть выводы каждый сделает сам. Вторая книга, получившая широкий общественный резонанс, это «Еда и мозг» Дэвида Перлмутера. И здесь мы видим иной подход. Лектинами никто не запугивает, добавок не продает. Автор – практикующий врач, невролог, член американской коллегии питания. Также вещает о вреде клейковины и подробно разбирает такое явление, как нецелиакийная чувствительность к глютену. Тема актуальная, но малоизученная. Недавно появившийся диагноз, не имеющий под собой ни аллергического, ни аутоиммунного состояния, по симптоматике схожий с целиакией. В основе симптомов предположительно лежит влияние измененной микробиоты и метаболитов глютена на нейрорецепторы. Книга не подкреплена ссылками на авторитетные научные источники, которые безоговорочно смогли бы подтвердить факт того, что глютен опасен, но содержит подборку статистики Американской Академии Неврологии, опубликованную на портале Science Daily, в которой говорится о том, что смертность от неврологических заболеваний возрастает и молодеет с каждым годом. Например, в США прирост смертности увеличился на 66% среди мужчин и на 92% среди женщин. На вопрос о причинах в самой статье отвечают расплывчато. Говорят, что виной всему экологические и социальные изменения, ни слова о глютене. В самой книге, помимо отказа от клейковины, автор призывает наладить режим физической активности, психоэмоционального состояния и избегать сахара. Звучит здраво, но вопрос вреда глютена снова остается только на уровне предположений. По сути, книга больше напоминает первичные наработки, предшествующие большому исследованию, которые действительно заставляют задуматься, но пока не имеют под собой достаточно оснований, чтобы сделать их истинной. И, подводя итоги, скажем, что мы точно не станем убеждать вас исключить глютен из рациона. Все очень индивидуально. Если вы не имеете тяжелых хронических заболеваний и не ощущаете дискомфорта после его употребления, особого повода для беспокойства нет. Употребляйте продукты с глютеном в разумных количествах, отдавая предпочтение цельнозерновым продуктам. Минимизируйте фастфуд, консервы, сладости и белый хлеб. Добавьте в рацион больше растительной пищи и будьте здоровы. И на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.